Чтобы решить проблему с боеприпасами для Украины, 7 и 8 марта министры обороны стран-членов ЕС проведут в Стокгольме неформальную встречу, главной темой которой станет ускорение темпов предоставления Украине помощи в борьбе против российской агрессии. Кто инициировал эту встречу, кто участник и чего ожидать, обсуждаем с дипломатом, послом Украины в Австрии в 2014-2021 годах Александром Щербой. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Александр, существует контактная группа по обороне Украины, больше известная как формат «Рамштайн». Последняя встреча в таком формате проходила 14 февраля. Почему проблему с боеприпасами в Украине обсуждают в другом формате? Можете рассказать? Потому что сейчас в Европейском Союзе председательствует дружественная нам страна Швеция, которая считает, что Европейский Союз не должен отдавать все на откуп формату «Рамштайн», что у ЕС есть собственные военные темы, которые необходимо обсуждать в контексте Украины. Тем более, что все более и более материализуется тема собственной армии Европейского Союза. Поэтому сегодня вечером они соберутся на неформальный ужин министра обороны. Завтра в первой половине дня будут обсуждать две темы, которые важны для нас. Первая – это подготовка украинских военнослужащих к наступательной операции. Вторая – это снабжение Украины боеприпасами. Потом будет заключительный обед, и они разъедутся. Статус встречи неформальный. В чем особенности этого статуса, и может ли эта неформальность повлиять на принятие решений? Неформальность может повлиять как в хорошем, так и в плохом смысле. Неформальные встречи, как правило, созываются для того, чтобы обсудить сложные вопросы стратегического плана. Там, где есть определенные разногласия. Поэтому я так предполагаю, что возможно будет обсуждаться и вот эта волна новая, которая идет по европейским столицам вот этих, я так понимаю, агентов путинских, которые выступают за мир сейчас и за, по сути, территориальные уступки со стороны Украины. Я думаю, что, конечно же, в первую очередь там будет, кстати, представитель Украины, будет обсуждаться подготовка к наступлению. Но поскольку наше наступление там, в принципе, конечно, без американцев, без англичан, это не очень имеет смысл обсуждать. Будут, наверное, все-таки в таких практических вопросах сосредотачиваться на том, как поставлять в Украину, в первую очередь, снаряд. Это тема Европейского Союза и она как раз входит в компетенцию тех людей, которые сегодня там соберутся в Стокгольме. Как вы думаете, могут ли на этой встрече гипотетически обсуждать предоставление Украине истребителей? Ну, это не заявлено как тема встречи. Я думаю, что на то она неформальная встреча, чтобы какая-либо из стран, если не Европейского Союза, то и сама Украина могла бы поднять этот вопрос. Я не исключал бы этого, но ждать от неформальной встречи каких-то формальных решений, особенно в таком деликатном вопросе, я думаю, не стоит. А как думаете, вот такой формат встречи может говорить о том, что в Европе обеспокоены тем, что Путин не остановится на Украине, если его не остановить и пойдет дальше? И поэтому нужно, возможно, будут говорить не только о передаче Украине боеприпасов, но еще и о обороне, усилении обороны Европы. Ну, вопрос усиления обороны Европы – это то, что обсуждается и является как бы… стоит на повестке дня с самого начала активной фазы войны, это безусловно. Но я вам скажу, у меня нет ощущения, что большинство стран за пределами пояса соседей, непосредственных соседей России, очень верят в то, что Путин после Украины займется ими. Они видят, что Путин обескровлен, что Путин, я думаю, понял, осознал всю глубину безумия той ошибки, которую он совершил. Но это не уменьшает их решимости нас поддержать и вести дело к победе все-таки Украины, потому что Украина сама по себе важна. Даже если он на какое-то время остановится и все эти разговоры, которые Соловьев ведет в своей студии, окажутся просто разговорами, Украина сама по себе важна. И сама мысль о проигрыше или о том, что демократия и свобода и европейская идея просто будут попраны абсолютно диким образом в Украине, она не укладывается в головах этих людей. Я глубоко убежден, что главный их мотив не защита себя, а защита свободы, как это не патетично и не громко звучит. Сейчас это очень практичное, практическое и важное для каждого европейского политика, ну, по крайней мере, обремененного какой-то властью вопрос. Главная тема встречи министров обороны стран, членов ЕС, это ускорение темпов предоставления Украине военной помощи в борьбе с российским агрессором. Как думаете, вот как по результатам этой встречи, министры обороны стран, членов ЕС, будут ускорять эту помощь и какие для этого есть инструменты? И зачем для этого отдельно собираться? Ну, во-первых, мы, я уверен, не узнаем все о результатах этой встречи и о том, как они будут ускорять, как они будут углублять свою помощь Украине. Это правильно. Я вижу, к сожалению, что в активной фазе войны есть определенная такая тенденция о том, что оружие приходит, но с запозданием. Сейчас как бы периодически мы слышим, что не хватает снарядов на фронте. Поэтому я думаю, что там будет очень практическое обсуждение, кто у кого есть что, кто может наладить какое производство. Но, опять же, о результатах этих разговоров мы не узнаем. Я уверен, что это будут не только разговоры. В принципе, сейчас это вопрос, по которому люди из стран Европейского Союза, политики либо говорят заинтересованно, либо, если они не заинтересованы, как некоторые страны Европейского Союза, они просто молчат. По крайней мере, в кругу своих коллег, таких, которые, например, как страны Балтии или Польши, которые действительно боятся за свое существование в завтрашнем дне, говорить о чем-то другом или говорить об этой войне в тех терминах, о которых иногда, к сожалению, говорят по организации объединенных наций, так, в общем-то, на птичьем языке, это что называется. Я не думаю, что сейчас в Европейском Союзе есть время или желание как бы просто вести пустые разговоры. Как вы думаете, какие еще практически прикладные результаты этой встречи могут быть для Украины? Не знаю, заводы будут открывать европейские страны у себя по изготовлению боеприпасов, заводы в Украине, инвестиции в какую-то, не знаю, военную промышленность? Вы знаете, поскольку это неформальная встреча, то практических результатов каких-то вот прямо сейчас. Я, кроме тех, которые заявлены, поставка снарядов на фронт и подготовка украинских военных к наступлению, я не ожидаю. В принципе, этого, я считаю, абсолютно достаточно. Конечно же, конечно же, если будет затронут вопрос истребителей или какого-то оружия, которое Европа может поставлять совместно с Великобританией и Соединенными Штатами, я думаю, в принципе, обсуждение будет идти только нам в плюс. Сейчас такая динамика и такая солидарность, которая не проходит, которая держится, которая, в принципе, как бы работает только нам в плюс. Единственное, что, как я сказал, очень часто с запозданием, то есть очень-очень быстро делаются обещания, которые периодически с запозданием выполняются. Александр, Кремль задолго до полномасштабного вторжения различными способами склонял на свою сторону разных европейских политиков. Мы не можем утверждать, что их там много или большинство однозначно. Как сейчас осуществляет, какие действия осуществляет Кремль для того, чтобы склонять на свою сторону европейских политиков, дабы они лоббировали интересы Кремля в Евросоюзе? Ой, вы знаете, ну, Кремля была бы целая армия до активной фазы войны, но когда люди, в том числе и политики, увидели эти абсолютно варварские, дикие, напоминающие Вторую мировую войну кадры, то эта армия куда-то разбежалась в Европе. Остались, кто остался в его рядах? Ну, вот я по своей, по стране, которая мне по-прежнему близка, Австрия, могу сказать, что такие более-менее пророссийские позиции имеет австрийская партия свободы, право радикально, националистическая партия свободы, которая не находится при власти, в которой только один ее представитель, не находящийся даже в парламенте, как бы сейчас проводит какие-то конференции, бывшие вице-канцеля штрахи, на которых озвучиваются русские месседжи. Поэтому не густо у них с поддержкой в Европе уже год, и я думаю, и дальше будет. Они же реально, в принципе, они же не только нам нож в спину, я имею в виду россияне, не только нам нож в спину ставили, они по сути надавали оплеух всем людям, которые по той или иной причине в Европе давали какой-то кредит доверия России. И сейчас России просто не верят. Хотя есть в каждой стране, в большинстве, по крайней мере, европейских стран, есть определенная такая внутренняя армия, которая очень стойко держится за Путина, это армия антиваксеры. Те, которые сформировались во время пандемии, которые не верят ничему, ни одному слову своих правительств, но почему-то верят к Путину. Вот они выходят периодически на эти демонстрации, которые мы видим по телевизору. Ну, хорошая новость стоит в том, что это в основном какие-то безумные маргиналы, у которых политического влияния ноль. Ну вот, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на упомянутые вами оплеухи, до сих пор стоит на пророссийских позициях. Что такого сделал Кремль, чтобы премьер-министр страны, члена Евросоюза, до сих пор, уже спустя более чем год полномасштабного вторжения, стоял на этих пророссийских позициях и рассказывал о том, как надо с Россией садиться за стол переговоров, искать компромиссы, перестать европейским странам поставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами? Ну, Орбан это европейский Трамп, причем в отличие от оригинального Трампа, эта копия как бы пришла к власти надолго, вот, и он говорит те вещи, которые говорит Трамп, про путинские вещи, ну, я скажу, как бы, мое впечатление, что Трамп, он, Трамп Орбан находится в изоляции в Европе, то есть Орбан не считается не то, что мейнстримом, вот, знаете, мне все время вспоминается такая довольно грубая, но, в принципе, такая обложка одного австрийского журнала, который описывает отношение многих европейцев к Орбану, на обложке было его лицо и написано под низом Орбанистан. Слушайте, Александр, извините, тем не менее, я думаю о том, что на вот этой неформальной встрече министров обороны стран, членов ЕС будет же очевидно и министр обороны Венгрии? Безусловно, но хорошая новость состоит в том, что как бы у людей, которые являются или сторонниками Путина, или агентами Путина, там, явными или неявными, у них возможности что-то блокировать для Украины в Европейском Союзе мало. Если ты один, а Орбан он сейчас со своей позицией в одиночестве, то таких есть возможность задерживать определенные решения, но заблокировать их совсем в Европейском Союзе у них нет. Поэтому ну вот это хорошая новость. Плохая, конечно, ну плохо, конечно, когда твоего соседа такой настрой, как Венгрии. Но ничего, это, мне кажется, не самая большая наша проблема. Да, не самая большая есть проблема побольше и она граничит с нами на востоке и на севере. Александр Щерба дипломат посол Украины в Австрии в 2014-2021 годах. Мы с ним обсудили неформальную встречу министром обороны стран-членов ЕС. Субтитры